Всем зрителям большой привет! С вами Кторхонт, это Европа Универсалис 4 и 8 серия за ацтеков. На дворе уже 1664 год, почти скоро подойдет он к концу, и надо, наверное, небольшую статистику вам показать, многим интересно. Во-первых, очки великих держав, и смотрите-ка, ацтеки находятся уверенно на втором месте. Совсем немножко остается, чтобы догнать османов, при этом, если посмотреть подробнее, то мы видим, что на третьем месте жив и здравствует мин. На четвертом, между прочим, держатся тимуриды с 1200 развития, которые, посмотрите, просто по вытянутости. Я так понимаю, что в данной катке тимуриды просто взяли и прошлись до Сибири, захватили Сибирь по Уралу и, видимо, отрезали Россию просто от колоний и от всего, что только можно, потому что России в топ-8 нет. На пятом месте держится Австрия, на шестом – Кастилья, притом они примерно равны. Также на седьмом и восьмом – это Великобритания и Франция, которые примерно так же совпадают по очкам, и если учесть то, что французы не выгнали до сих пор Великобританию, то да, Франция в целом-то могла бы быть сильнее. И заметьте, удивительно иное развитие, ибо обычном стандарте такого нету. Тимуры разваливаются, мин тоже часто разваливаются, хотя тут выживает раз на раз, но тимуры выживают редко. При этом выбита Россия, крепкая, достаточно Австрия, судя по широте ее названия, она здесь Польшу отъела, я так понимаю. Здесь, видимо, нету ни Польши, ни Литвы, потому что Литву, я как помню, раньше османы ели, да посмотрите, да, их побережье здесь все, жесть. То есть, да, нам надо союзничать с кем-нибудь из этой, скажем так, пятерки, Австрия вряд ли с нами захочет союзничаться, хотя, может быть, и удастся. Да, было бы хорошо, наверное, австрийцев загнать, либо же осман в союз к нам, и радоваться этой жизни, у нас будет европейский еще один союзник хороший, но для этого нам нужны колонии. Колонии где-нибудь вот тут вот, то есть, чтобы мы могли скакать аккуратненько, но для этого надо, видимо, выпиливать Португалию. Ну да ладно, это не так важно пока. По религии в Европе, думаю, смысла особого показывать нету, видно, что реформаторство, протестантизм гуляют во Франции, англиканство в Англии, реформаторство немало, протестантизм, опять же, занимает шведов, на Прибалтику здесь залез. Османы, как всегда, с почему-то распространением сунизма не торопятся, они, видимо, ставят этих, ну, у них же есть своя фишка, то, что идеяная вера, вера православная, можно воткнуть в простословие и все, спокойно жить. Ну, они, видимо, и без сославия, живут с православиями, и им-то как бы хорошо. У нас же вроде бы все прекрасно, но проблема вся в искоренении коррупции, я буду избавляться от нее уже усиленно сейчас, армия с отражением, потому что искоренение коррупции одинаково. То есть подумайте, на содержание армии я трачу столько же, сколько коррупцию истреблять, притом 38 монет это мои налоги почти, либо же торговля и производство, либо же почти вся золотодобыча чисто уходит на то, чтобы бороться с коррупцией, на которую можно было бы плюнуть, но нельзя. Что ж, ладно, начинаем на эту серию, будем расширяться постепенно к Калифорнии, подъедать регионы в остальных местах и в целом укреплять нашу империю. Всем приятного просмотра, надеюсь данная серия вам будет интересна. Что ж, наша колония здесь готова, и мы можем наконец-таки влететь в интересную войну с Калифорнией, за одну территорию. Расклад сил 8000, вообще ни о чем, поэтому сразу же влетаем, я думаю половина армии сразу станет на столицу, и это будет быстрой и красивой победой. Религиозный единство уже 52%, все прекрасно, я собрал еще одну новую армию в 24000, которая, собственно говоря, пойдет сейчас помогать, наверное, куда-нибудь здесь. Хотя, наверное, будет контролировать пока столичный регион, ибо я могу словить нападение неприятное от Калифорнии, хотя я и далеко идти, но на всякий случай лучше подстрахую. Меня очень радует место, где с нами воюет Калифорния. Да, самое лучшее место это высадиться в Северную Америку и пытаться меня оттуда бить, гениально. Ну что, забираем по раскладу по такому, максимум, все под максимум, весь этот берег Калифорнии теперь наш. Да, здесь немало регионов, которые особо сильно-то мне не сдались, но да ладно. И, кстати, сразу же на фоне, наверное, мы сейчас здесь берем себе генерала, халявного, нет, давайте, наверное, не халявного, а отсоединим отсюда генерала. И в чем суть? Мы сейчас нападаем опять на 13 колоний, потом опять на Ньюфаундленд, дабы против нас особо не формировались коалиции, как вы понимаете. Ух, я сейчас себе соберу агроб у Ньюфаундленда, у 13 колоний их не будет. Ладно, Кастилия, Португальский, Перу, посмотрите-ка, но 13 колоний полностью сейчас исчезают с карты, все. Ну что, Ньюфаундленд нас тоже теперь ждет, 13 колоний же больше нет, у Ньюфаундленд, ууу, 12 тысяч почти. Что ж, это достаточно серьезный противник, давайте будем все-таки честно к нему относиться, это вам не что-то такое легенькое, при том, с учетом того, что по технологиям у него 21-й интег против нашего 20-го, это тактика, а тактика, как-никак, вы знаете, все-таки решает, поэтому надо быть аккуратными и красиво побеждать. Вышито ли только штаб на одну армию, которая здесь высадиться хотела. Так, ну это вроде бы хорошо, да, и прекрасно, но 9 тысяч. Смогу ли я сделать 9 тысяч? Чисто теоретически. Чисто теоретически, да, но что-то мне подсказывает, что... А нет, нормально. Выпиливаем. Битва флота. Побеждаем. И как видите, хм, среднее желание войны. Мы при том завоевали с вами неплохую же часть территории. Единственное, что до столицы мы еще не добрались. Что ж, по миру я все забирать не буду, хотя и территории нужны, но если еще будут забирать, то я буду агрить на себя в коалицию, кроме каста, еще и Великобританию. Мне это не надо. Кастильо, Перу и Ньюфаундленд, пускай остается, это не так страшно. 335 монет забираем. Очень огромный агр ровим. Но зато, смотрите-ка, Ньюфаундленд. Подпилим. Красиво так выглядит. Почти, знаешь ли, так не существует уже здесь. Лишь его остаточки видны. Ёкарный ты бабай! Французско-ацтекская колониальная война, где на одной стороне Ацтеки, Арагон, Норвегия и Прованс, имея примерно 200 тысяч, ладно, хорошо, против Франции, Османов. Ну и всякая мелочь остальная тут же Папская область, которая имеет 450 тысяч. Охренеть. Ну что вам сказать, это, видимо, будет очень познавательной и интересной войной, в которой мы не будем долго воевать, нет. Французы, я, конечно, все понимаю, но можно было без Чита Османов действовать, нет? И хотя, знаете, вот интересно, они у меня забирают вот эту Провку, это, кстати, самое такое, знаешь, ну неприятное, плацдарм хороший, ну ладно, у меня португальские территории также отстаются, так что это не страшно. Самое удобное, что они забирают территории, которые отойдут в Французской Колумбии. То есть здесь образуется Колумбия, которую мы опять спокойно захватываем, и все, и не испытываем никаких проблем. Поэтому ладно, я отплачу 500 монет, притом без выплаты репараций, да, отлично. Бамс, погнали, 0-0, сейчас здесь формируется, а, уже сформировалась Французская Колумбия, между прочим, ну сейчас она будет здесь. И мы сможем просто с ней потом спокойненько повоевать и забрать. Самое опасное, чтобы мы рядом прям с Францией не соседничали, а то, что с ее колониями, ну и ладно. Невелика потеря, кстати, не сильно мы от Османа остали. Ну, как говорится, вам мало французов, ловите еще Португалию, Великобританию и Касту, в целом, которая ни хера не слабеет. 220, 230, даже 1000 плюс 100, ну, короче, те же 350 почти собираются. И у меня вторая португальская война за провинцию. Португалия, я очень тебе благодарен. Еще одна война. Хотят они малость совсем чуть-чуть, вот, совсем чуть-чуть. Что ж, ну в целом, я согласен на такой мир. Отправляем. Потери у нас, на самом деле, не такие большие. Мы, что, теряем вот этот регион дешевый? Вот это самое неприятное, что я потерял, потому что приятный региончик и вот этот вот. Остальное в целом не страшно, потери небольшие. Здесь, кстати, унифаундленду еще три провки обратно вернулись. Я не знаю, он просто раз за разом их получает, забирает, получает, забирает, получает, забирает. Но главное, у нас перемирие, и за это перемирие я уже не знаю, что делать. Нам надо каким-то волшебным образом просто найти себе хоть кого бы-то нибудь, с кем взаимодействовать. Что ж, ну мы с вами не будем особо расстраиваться. Пойдем сходим на французскую Колумбию сейчас, спустя 26 дней. Да, она тут отделилась о том, чем я вам и говорил, собственно. Так что мы сейчас можем спокойно бить войну и колониализм, забрать себе спокойно все эти регионы. Забираю 275 монет побережья, наш регион также возвращаю. А правопрохода вражды нет, выплаты репарации берем. И, наверное, все. Трид сверх расширения и, конечно же, коалиция. Ух, чувствую больно нам с вами будет. Ну, а что еще поделать-то? Главное, вернули вот здесь регионы. Один, кстати, остался нашим, к счастью. А вот два других придется вновь национализировать. Наконец-таки 110 отношений с Австрией. И, несмотря на расстояние, при таком отношении уже можно на все плевать просто. Предложить военный совет с Австрией. Погнали. Спасибо. Австрия наш союзник. А это, между прочим, страна как бы в топе. Какой она там топ занимает? Семь. У, хотя бы. Хотя бы так. Это, знаете ли, уже хорошо. Это уже хорошая армия. Еще нам остается взять Арагон. Нам пока нельзя, но в скором времени, а если быть точнее, в 90-м году я смогу вернуться и все с ним. И все. После этого мне будет совершенно на всех наплевать. Нападаем на шведскую Колумбию. Здесь Швеция потеряла все свои возможные регионы для колоний. Нам даже особо переживать-то не за что. 6 тысяч мы явно с вами сможем переломить. И они нам проблем не доставят. Выборы правителя. Я уже постепенно ухожу от республиканцев. Наверное, доставим нынешнего. 666. Да, давай еще раз 666. Убиваем вражескую армию. К сожалению, она выжила после битвы. Пытается отступить. Но, как вы понимаете, уууу, профессионализм и опустошение. А, либо рекрутов. Рекрутов жалко. 666 получаем. Ну и все это как бы победа. По миру, конечно же, забираемся регионы. 110 монет. В коалицию. В целом-то все то же самое. Ничего нового. Так что не переживаем. Миримся. Давайте-ка объявим войну до гомби. По раскладу сил 4 тысячи всего. Так что нам переживать нечего. Потом еще армия добавляется. Расклад все равно остается на нашей стороне. И давайте попытаемся ударить по столице. И быстренько ее захватить. Миримся с Ангаем на 380 монет. Нам в целом-то больше от этого и не надо. И успеем ли или нет? Нет, не успели у нас крепость отобрать. К счастью, все. Получается, еще и здесь заберем 2 региончика. Вернул я с Арагоном. Теперь Арагон и Австрии. Наши союзники у нас тут есть. Ну давай, надежные союзники возьмем. Там подчинение страны дальше идет. Ха-ха. Количество вассалов, по крайней мере, двое. Да, я решил в Африке все-таки укрепляться. Потому что здесь пока особо действовать некуда. Ну как некуда? Я сейчас здесь, скорее всего, пойду воевать с Калифорнией. Потому что она здесь забирает самые-таки неудобные для меня территории. Также здесь Пацифика Норта надо подпилить. Еще хорошо то, что у Великобритании с Австрией с Арагоном. А Австрия Арагон, мои союзники, значит, она на меня не пойдет. У Кастилия союз Португалии Папой. То есть нету теперь союза с османами здесь никого, кроме французов. Но, понадеемся на все хорошее. На то, что османов есть и так дела. Они, собственно говоря, воюют. Сдержала Большая Орда. Ничего себе, Большая Орда еще жива. 1692 год. Почти 18 век на дворе. Сейчас Большая Орда жива. Ё-моё. Этот мир просто бесподобен. Кстати, по технологическому уровню. 20, 18, 22. У нас, ну, как бы, 23, 23, 23. Это норма на нынешний момент. Если так подумать. Да, 23 уровень всего. В целом, да, по военке мы скоро догоним. Догоняем подминочки чуть-чуть. По идеям, кстати. Я полностью закрыл себе экономику. Я также спешу, закрываю по чуть-чуть экспансию. Мне, в частности, важно здесь не сами колонисты, а торговое влияние и число владений плюс 5. Это хорошо. Также качество потихонечку закрываю. На исследовательские идеи, честно говоря, забил. Уже с тех моментов не исследую. У меня очень много дипки уходит на забор территории по войне. Так что это не вариант. Также я себе прописал оборонные идеи. Очень важны боевые дух здесь взять. Тот же самый содержание немножко армии. И в целом на истощение потомной крепости более дешево. От этого можно отыграться. Будет территория широкая. Что ж, претензия готова. Калифорния. Я думаю, ты не очень, конечно, этого хочешь. Но придется. Получаю войну. Что ж, захватили столицу. И теперь смотрим, дадут ли нам забрать. Да, дают возможность нам забрать все, кроме последней территории. Ну, я думаю, мы даже ее оставим. Тем самым к ней все будет отходить сейчас сразу же. На остатки берем деньжатки. И, наверное, попросим выпут репараций. Да, отлично. Мир. Мы заодно объявляем войну Пацифика Норта. По раскладу видим, что у ней... Да, 8 тысяч. Это очень страшно, безусловно. Но мы не переживаем. И сразу же летим в атаку. Победили всю армию врага. 0-0. Пацифика Норта на грани капитуляции, как вы понимаете. Ух, как это рискованно. Насколько это съедает очков. Но... Ньюфаундленд, Кастилия. Так там Калифорния фигня. Но и так там будет Французская Колумбия тоже. Там Франция тоже там. Правда, 12 на Францию. Это очень странно, ибо Франция... Ну... Вот она где максимум, и ей до меня очень далеко. И как она реагирует на захват этой территории, я, честно говоря, особо не понимаю. Ну ладно, полностью аннексируем. И наши территории, как видите, растут. Что ж, вот это на такой мир. Теперь я здесь Шашонов выделил. Отдал им два региона целых. Выделил в одной правке. Как вы понимаете, им надо национализировать все это добро. Благо, они выделились хорошими техами. Так что им будет жить намного легче. Я по-надеюсь, что они здесь разберутся. Я также армию оставлю на всякий случай на подмогу. Вот она вся открытая Северная Америка. Ну да, здесь Кидо жив. Вообще, Пуэбло просто разросшаяся Калифорния, которая постепенно расширяется. А так, ну... Все. Как бы да. Можно сказать, Северная Америка почти полностью зачищена. Здесь статки Калифорнии, новые костили, которые здесь нарастают. Ньюфаундленда, а так все здесь под нашим контролем. И шансов-то особо никаких у колонизаторов нет. Естественно, еще не открыта до конца Южная Америка. Я немножко вижу другой мир. Здесь Португальская Австралия и Новая Зеландия. Что-то как-то Великобритания сюда явно не успела. Живой мин. Все живые. Так, мы топ-2. Ну да, мы постепенненько, кстати, к Османову все-таки я буду подбираться. Мы прям с ними наравне. Конечно, единственная проблема в том, что по войскам и по армиям... Да... Арагон выше, Кастилия выше, Тимурида выше, Великобритания, Австрия, Османы все выше. Ну, кстати, смотрите, 500 с лишним лимит у Османов 372 тысячи держат. И мин 563, и лимит 373 тысячи. Мин 573 тысячи, вы понимаете это дело? И он, кстати, на меня смотрит недружелюбно. А так-то можно было бы и союзником стать. А тут он смотрит на нас недружелюбно, и проблемчики большие. И да, я не вижу Россию, видимо, ее с вами уже мы не увидим. Вряд ли она камбэкнет в такой последний момент. Я думаю, вы заметили небольшие пролагивания. К сожалению, при игре их не заметил. Это, видимо, при записи ОБС немножко так напортачил. Я уже вот когда монтировал сейчас, это заметил. Но что поделать, убрать я это не могу, разве что только все это удалить. Сократить вам серию такой, ну, сами домыслите, что были. Думаю, это не критично, и нормально было смотреть. Не забывайте поддерживать лайками, комментариями, советами, предложениями. Делиться с друзьями и знакомыми, чтобы популярность Европки не уменьшалась. А только я росла, ибо игра реально хорошая, многообразная. Ну, как вы понимаете, скоро там и новые патчи выходят. Дополнение до сих пор поддерживает игру, и это очень-очень приятно. Также подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на канал в Дискорде. Везде есть актив, везде взаимодействие между вами и мной. Так что, думаю, вам будет интересно. Ну что ж, всем до скорых встреч, увидимся в новых роликах.